Сейчас главная новость это Паводок. Уже пострадали несколько районов и сел, подтапливаются дома, огороды, дороги. Ситуация меняется каждый день. Мы обязательно сделаем обобщенный материал, но сегодня хочется рассказать о другом. О том, чем еще живут в городах и селах нашей области. В эфире новый выпуск программы «Область говорит». В студии для вас работает Валентина Абрамова. Здравствуйте. Участковая больница в Стойбе будет достроена до конца года. Капитальный ремонт стадиона Февральский планируют завершить следующим летом. А новый ФАП в Кабалдо уже принимает пациентов. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки губернатора Преамурия в Селемджинский район. Одной из важных тем стала работа золотодобытчиков и следующей за этим экологические проблемы. Подробнее расскажет Екатерина Талалай. Экологическая обстановка на севере области находится на особом контроле региональных властей. Поэтому в программе рабочей командировки губернатора Преамурия было в обязательном порядке посещение нескольких участков, где сегодня ведется добыча золота. Здесь Василию Орлову показали работу мобильной лаборатории на реке Малый Караурак. Анализатор взвешенных веществ определяет уровень загрязнения водных объектов. В прошлом году у нас по данному объекту возникали проблемы. Были многочисленные жалобы, как вы знаете, и от ВВФ, и от АМУСС, и от жителей Селемджинского района по поводу того, что водный объект очень загрязнен. Вода из одной реки, но с разных участков. Выше введение горных работ непосредственно в месте активных действий и ниже. Две недели назад мы проводили здесь точно также рейдовое мероприятие. Здесь превышение у нас получается около 30 миллиграмм на литр. Две недели назад это было порядка 135, 200 миллиграмм на 0,25. Не выше пробы, которая у нас идет до участка ведения горных работ. Такие приборы на вооружение Министерства природных ресурсов Амурской области поступили в 2019 году. Техника позволяет оперативно и точно проводить анализ воды. Результаты прошлого года озвучили в ходе совещания, которое провели здесь же. В ходе рейдового мероприятия был проведен осмотр территории Селемжинского района. При осмотре 13 водных объектов и исследовании проб природной воды анализатором взвешенных веществ АФ на пяти водных объектах было выявлено превышение содержания взвешенных веществ. Министерством был произведен расчет размера вреда. Предварительный размер ущерба для реки Малый Караурак составил 145 миллионов рублей. Ручья Спиридоновские около 5 миллионов рублей. Покровский – более 500 тысяч. И столько же рек Нижняя Стойба и Большая Эльга. Загрязнения хорошо видны и в ходе космического мониторинга. Специалисты отсматривают эти космические снимки, выявляют найденное загрязнение. После системы ГИСов определяют протяженность загрязненного участка реки, потому что это тоже видно. И также в ГИС-системе мы берем информацию с открытого ресурса OpenMAT Mineral.ru по тем лицензиям, которые выданы на ту или иную реку. Я полностью согласен с вашей позицией. Наша команда вся согласна, потому что это бардак в абсолютной поисковой лицензии. У нас есть предложение о моратории, о включении нас в состав комиссии. И полностью согласен на то, что надо более жестко реагировать на нарушение законодательства, лишать лицензии. Губернатор отметил, что штрафы не самоцель. Главная задача – заставить золото добывающие предприятия навести порядок. Кроме этого направления, Василий Орлов оценил транспортную доступность района. С середины мая из Акимчана через Февральск и Благовещенск дважды в неделю летает пассажирский самолет. Третий рейс добавится уже со следующего месяца. Элементальные условия здесь созданы для аэропорта. Есть камера хранения, есть комната матери и ребенка. Пассажиры, которых губернатор застал в ожидании вылета, отметили востребованность дополнительного третьего рейса. Важная новость и для пациентов района – участковая больница в Стольбе будет достроена до конца года, а февральский капитальный ремонт стадиона планируют завершить следующим летом. Также губернатор оценил ход работ по подготовке площадки для новой школы в Акимчане на 165 учащихся. Рядом возведут современный стадион, на котором будет оттачивать свое мастерство детская футбольная команда. Для ребят Василий Орлов передал 10 комплектов формы. С просьбой о ее приобретении к нему не так давно обратились в ходе личного приема. Центральная часть свободного уже осенью этого года будет полностью обеспечена качественной питьевой водой. В рамках федеральной программы в городе президентского внимания ведется реконструкция Пёрского водозабора и бурение новых артезианских скважин. Подробности в материале Евгения Вдовенко. Реконструкция, а скорее полная перестройка основного водоснабжающего предприятия свободного Пёрского водозабора стартовала в январе прошлого года. Закончить работы планируют в ноябрю текущего. К настоящему моменту выполнено уже свыше 42 процентов задуманного. На сегодняшний день подрядная организация проложила магистральный водопровод от Пёрского водозабора до станции обезжелезивания протяженностью 7,5 километров. Произвели отсыпку площадки под сами скважины. Пробурили 7 скважин. Глубина скважин на Пёрском водозаборе составляет 40 метров. Произвели обвязку этих скважин в сеть. Сейчас готовят, заливают площадки под установку павильонов над скважинами. Главный эффект от реконструкции стоимостью в полмиллиарда рублей в том, что по её завершению вся вода, поступающая в центральную часть города, будет проходить все необходимые стадии очистки, чего не было прежде. Да и загрузку построенной станции обезжелезивания наконец-то удастся довести с нынешних 25 процентов до 100 проектных. Подготовку инженерных сетей к этому вели на протяжении нескольких последних лет. У нас сегодня идёт два водяных коллектора по улице Шатковского, один по улице Подгорная. И мы построили перемычки соединяющие, которые обеспечивают нам выполнение гидравлического режима стабильного в различных частях центральной части города. Ещё одной составляющей водной проблемы свободного являлась нехватка воды. Большинство из 36 расположенных здесь артезианских скважин пробурены ещё в середине прошлого века и давно утратили свою мощность. Сейчас ведётся их замена на новые. 167 миллионов рублей на это выделено по федеральной программе. На одной площадке буровики достигли уже 35-метровой отметки из 140 намеченных. На второй пока ведут только лишь подготовительные работы. Сложности есть и по бурению в данном случае, и по горизонтально направленному бурению. Туда пройдём дальше, потом посмотрим. Связано это с тем, что здесь Амурская область – это вообще дно, скажем, мирового океана, когда-то было. Грунты песчаные, они достаточно сложны для бурения. То есть проходка буровой скважины вертикальная – она такая трудоёмкий процесс. Дойти до подземного водного зеркала и обустроить всё хозяйство скважин, причём в районе Суражевки ещё и с модульной станцией обезжелезивания, планируется в сентябре 2022-го. Однако на этом власти Свободного останавливаться не намерены. Дальше в перспективе развития Михалочноковского района мы в прошлом году выделили из городского бюджета порядка на 10 миллионов, вычистили три шахтных колодца. Сегодня там дополнительно пробурили ещё несколько скважин для того, чтобы обеспечить то жилищное строительство, которое ведётся в этом районе, полностью качественным питьевой водой. Кстати, федеральная программа «Чистая вода» в Преамуре работает не только в Свободном. Документация по возведению целого ряда объектов по ней готовятся также в Завитинске, Ивановке, Константиновке, Екатеринославке и Белогорье. Евгений Вдовенко, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. Гусеница, морской пейзаж и яичница на сковороде. В Рачихинске обычные канализационные люки преобразились яркими рисунками. Кто автор уличного искусства и что думают об этом сами горожане, узнал наш корреспондент. Креативный подход к оформлению металлических дисков местные жители заметили ещё на минувшей неделе. Фото с разрисованными люками быстро набрали популярно в социальных сетях. Такой стрит-арт появился сразу на трёх улицах города. Ну вообще это новшество в нашем дворе. Такого нигде в принципе не было. Конечно, красиво оно и смотрится после ремонта, тем более двор. И смотрится красиво. Дети бегали здесь, конечно, подсказывали, что им лучше нарисовать. Всего в Рачихинске разукрашено полсотни люков. Крышки с компасом, апельсином, лесными пейзажами, по словам жителей города, появились возле домов, где живёт много семей с маленькими детьми. Кроме того, отмечают амурчане, такое искусство делает серые дворы ярче. Красочно. Не то, что серые, зелёные, страшные, обшарпанные, а яркий какой-то, ну, можно сказать, акцент сделан на двор. Хотелось бы, конечно, чтобы расписали фасад дома, какой-нибудь такие яркие цвета там. Потому что в городе хватает серых красок, хочется яркого, сочного. Необычная идея принадлежит руководителю местной строительной компании Дмитрию Чайки. По словам автора, это сделано по нескольким причинам. Первая – сделать город ярче и подарить положительные впечатления жителям. Вторая – промаркировать люки. Ведь помеченные диски сдать на металлолом будет уже сложнее. Идея появилась совсем давно, ещё когда я ездил в Японию на строительную выставку. И там, прогуливаясь, увидел, что, собственно говоря, разукрашены крышки колодцев. И они тем самым привлекают и внимание, и создают какую-то определённую картину в глазах этой местности. Теперь в планах унициативного амурчанина организовать среди детей конкурс рисунков. Лучшие эскизы вновь нанесут на люки. Руслан Козловский, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Это была программа «Область говорит». Желаю вам только хороших эмоций и новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова